Уравнением Пелья называют уравнение х квадрат минус dy квадрат равно единице, где d натуральное число, не являющееся квадратом. Собственно, Пелья не имеет отношения к этим уравнениям. Так просто исторически получилось, когда Лейлер был молодой, перепутал. Но поскольку много-много лет все учились по книжкам Лейлера, то это так и вошло. И уже, наверное, не всегда. Все знают, что занимался ими в первую очередь Ферма. Много-много людей занимались, это такая замечательная тема. Давайте сначала обсудим, почему же d не квадрат. Пусть наоборот, d квадрат. Рассматриваем уравнение х квадрат минус а квадрат у квадрат равно единице. Пусть d является квадратом. Раскладывается на множители. И поскольку это все число целое, то есть два случая. Либо 1 умножить на 1, либо минус 1 умножить на минус 1. В первом случае складывая, получаем 2х равно 2, то есть х равно 1, значит х равно 2. Во втором случае точно так же складывая, получаем х равно минус 1, х равно 2. Значит, то это уравнение всего лишь два решения в целых числах. х это плюс-минус единица, а х это 0. Ну и разумеется, это малоинтересно. А вот если d не квадрат, то у этого уравнения бесконечно много решений, и они обладают интересными свойствами, ну и так далее, и так далее. Это мы все будем с вами подробнейшим образом разбирать, и для конкретных d, и в общем случае. Вот пока все-таки порешаем задачу на эту формулу. И вообще посмотрим, что бывает, когда можно разложить на множители. То есть вот когда d не квадрат, это выражение разлагается с использованием иррационального числа х плюс у корня из d умножить на х минус у корня из d. Иррациональность возникает. А посмотрим, когда никаких иррациональностей нет, что называется, совсем детский вариант. Начнем с такой задачи. Квадрат разрезан на 35 квадратов размером 1 на 1 и еще один квадрат большего размера. Какого именно? Вот смотрите, если у нас есть квадрат, в котором есть какой-то там квадрат размером у на у, я не знаю, может к углу прилегать, может как-то по-другому из квадрата. В общем, в любом случае 35 единичных квадратиков и у квадрат должны дать х квадрат. То есть уравнение такое, взлага на множители, поскольку х ир натуральные числа, то это обязательно будет натуральное число, это тоже. То есть это либо 1 на 35, либо 5 на 7. Х минус у меньше, поэтому 7 на 5 и 35 на 1 не бывает. Решаем каждую систему, получаем ответы. Либо х равно 6, у равно 1. Это неинтересно, потому что это ситуация, когда тоже единичный квадратик, а написано квадрат большего размера. Либо 18 и 17. Ну, что такое 18 и 17? Просто такая каюнка. Если посмотреть 17 на 17, и здесь будут нарисовать единичные квадратики, и как раз будет на 35 штук. Значит, ответ – квадрат 17 на 17, а большой х квадрат – это 18 на 18.